Дамы и господа, Ледовый дворец Крылья Советов на связи с вами, что в Москве в Сетуне мы начинаем прямую трансляцию второго матча между Крыльями Советов и Тайфуном из Владивостока. Пономарев пошел к чужим воротам, не смог до шайбы там сразу добраться, а сейчас она уже в воротах, оказывается, вот так второе звено буквально сходу у Крылышек забрасывает первую шайбу в сегодняшнем матче. Расстроен. Владислав Глазатов. Получится здесь зону закрыть, или Драгун сделал. Обратно Драгун просит передачу, и туда к воротам, и шайба оказывается в сетке, 1-1. Вот так, казалось бы, ничего опасного не предвещала данная ситуация, а возьми и шайба залетим в ворота. 1-1. И Тайфун довольно быстро ее теряет. Ответ на атаку Крыльев, но не пускают. Не пускают Ермачехина. А вот дальше в борьбе шайбу забирают, и гол! Ничего себе! У нас с вами шайбы залетают сегодня. Бросал Сериков в синей линии, и я так понимаю, что как раз-таки Роман Ермачехин эту шайбу и подправил. Вот это результативность. У нас сегодня... Там, правда, Пономарев еще и обезоружил одного из соперников. Тайфун уже приезжает в чужую зону. В коньках застряло. Еще момент. И точно в ловушку к Рыбалкину. Евгареев. За воротами передача оттуда. Молниеносная. Бросок. А вот шайба-то не зафиксирована. За воротами она уже вроде все на долю секунды выключились из игры. Но Никит Кизиков ее разглядел. Даже Глазатов не сразу понял, что шайба остается в игре. Дарчев партнеру. Бросок по воротам. Глазатов шайбу отбивает. Надобивание кто сможет сыграть. В итоге снова Дарчев. И Глазатов шайбу на сей раз фиксирует четко. Заряжал Никишин и зарядил прям соперника. Отправляется Тайфун в чужую зону. Недолго. Атака длилась. И у Крыльев очередной. Подход к чужим воротам. И там сразу же потасовка. После подправления Кашефединова. Вяткин. Отправляется за ворота. Семьдесят первый номер. Включаются защитники. Подбросок. И три-оди. Забрасывают. Крылья еще одну шайбу. И ее записывает на свой счет Артем Сериков. Вот так. Крылья берут и забрасывают. Передача прекрасная. Но за Сериковым просто не успели. Бросок по воротам Рыбалкина. Мы только что увидели. И там Никишин. Закрывает тем временем зону Драгун. Но дальше передача не точная. И хороший выход. Один на один. Кашефединов. Четыре-оди. Дубль. Эльдара Кашефединова. Мы с вами в этом матче фиксируем. Передача на Кашефединова прошла. И точно в доме глазатого Эльдар шайбу отправил. Передача на Кашефедин. Передача на Кашефедин. Здесь отбор Глушенко. В чужой зоне. Сам пошел. Девятый номер на бросок. И 5-1. Становится счет. Вот так. Алексей Глушенко поприветствовал. Данилу Шалойко. В этом матче первым же броском по воротам пробивает галкипера Тайфуна. Взял паузу и бросок в девятку. Получился. Шайбу пытался отправить в ворота команда из Владивостока. И шайба в воротах оказывается. Переигрывают Рыбалкина. Правда, ценой небольшого повреждения Никита Малмыгин делает счет 5-2. Арбитры. Вот здесь прекрасная передача. И Малмыгин под перекладину с шайбом отправил. Веткин с Клавдиевым борются. Тайфун из-под этого прессинга выходит и приезжает в чужую зону Малмыгин. Борьба у закругления. Ставится шайба у Тайфуна. Передача, бросок. И шайба в воротах 3-5 становится счет. Но вот у Тайфуна второе большинство получилось удачным. Дай бог, они отыгрывают. Передача классная. И Корчоха оставшийся один. Шайбу в ворота отправил. 3-5. Повозду к шайбу направлялась. Отбились к кисти Тайфуна. Но еще один бросок. Приходится шалойка принять на себя. И снова выяснение отношений. Отправился. Ну вот этот самый момент, где все смешалось. Но 1309 человек пришло. Хорошая статистика. А пока Тайфун свою статистику улучшает. Забрасывая четвертую шайбу в этом матче. Вторую в большинстве. И сокращается у нас разница в счете. До одной шайбы. Еще раз смотрим. Малмыгин остался, ну скажем так, не до конца закрытым. Вчера была встреча с Ка и Спартака в континентальной хоккейной лиге. Сейчас едва не забрасывают. На мой взгляд, правильный вырез из трансляции. Лежит. А тем временем, крылья все-таки забрасывают шестую шайбу. В этом матче и Алексей Глушенко оформляет. Дубль 6-4. Немножко видоизменив. Как раз таки вторую, убрав оттуда Пономареву и поставив... Кизика. Глушенко хотел Лялину. Победа Крыльев над Тайфуном и, соответственно, пятое подряд в сезоне. Ну и давайте послушаем болельщик. Учинь, кто! Мы на заряда!